Всем привет, у микрофона Ромалерии, и это God of War 3 обновленная версия, продолжаем проходить. Встретились мы с Гефестом, он уже готовит нам новое оружие. Это прям вот реально подсказка, что нас ждет впереди. Вот прям тяжело не заметить. Давно я уже не играл в третью часть. Что ж, самое время снова поиграть. Красиво все-таки. Да, игра дает советы, и она правильно делает, потому что я уже лично не помню ничего почти. Ну что ж, дальше нас ждет сундучок, вот там с собаками камера очень плавно отъезжает, подсказывая нам об этом. Ну не о том, что там собаки сундучки, а то, что есть проход, с которым мы сейчас пойдем. Вот так вот совершенно бесстыдно Кратос обижает животных. Ну, надо учитывать, что они тоже очень даже недобро смотрят на него, так что не надо думать, что все виноват именно Кратос. Ух, подлетели. Ну вот, собственно, все здесь забираем. Прекрасно все смотрится, конечно. PlayStation 3. Одна из самых классных игр, вот визуальных, в том числе на PlayStation 3. Как-никак, звук я, честно, не знаю, лучше, хуже, надеюсь, меня не мешает совершенно, и все меня слышат, ну а если вот нет, то это, конечно, плохо, мягко говоря. Потому что, чё ж, должно быть меня слышно. Так, ну вот мы идем, сейчас мы получим мяч Олимпа, как вы помните. Возьму-ка я магию, ну, когда мне это даст возможность сделать. Слышим, опять же, Пандору, и грустим вместе с ней, на самом деле. На самом деле, у Кратосу очень много поводов для грусти, только он что-то заряжен только на борьбу. Только бороться, сражаться до последнего. Ну, это мяч Олимпа. Опять же, как символично, что мяч протыкает к лайпе, к лёпу. Прям символизирует, опять же, что нас ждет дальше по игре. Ну, не совсем, уж так прямо, к тому же, это отсылает к тому, что Кратосу так же вот примерно убил. Афину, тоже случайно. Укратце, долгая история и случайных убийств. Учитывая, сколько еще убийств очень даже спокойных. Пандора просит освободить его, он говорит, ну, не могу тебе помочь. Только потом, конечно, мы поймем, что нам это нужно. Здесь он называется Клинок Олимпа Пусть ваши враги почувствуют куст стали, которая завершила великую войну богов и китанов. Мне лично не нравится мячами повторить участие, он совершенно упрощен. Это очень обидно. Ну, и смотрите, что творится. Непонятно, что творится на самом деле. По большому счету. Ну, реально, живу там. Та-та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-ти-рим. Классная мелодия. Ну вот, мы уже почти к Аиду в гости можем на самом деле наведываться Еще немного, еще чуть-чуть Здесь мы уже все очистили Так что вот, кстати, статуя Аида больше напоминающая нам Аида из первой части Ну, серьезно, он больше похож на того Аида Чем на того, которого мы увидим скоро Ах, 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 ах Ой Ну Все, отлично Мне даже не знаю, если спасатель сохранятся Давайте быстро я сохранюсь у меня будут два сохранения я думаю что страшно что это да я продолжу так как только мы учатся сделаем начнется не все готовится ух веселье начинается а а а но не успел чёрт серьезно смешно настолько был расслаблен что не успел но ну часто успел сейчас успел ну он обалдеть на самом деле в прошлой машине успел не привычки с трудом даётся так так хвостом ну 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 отлично спели второй тоже на самом деле их по одной оба но блин по одной что-то у меня пока не получается понимаете войнка почему по одной лучше ну отлично и вторая голова с этих плеч реально на плечах как будто погоны сделали церберу одному спарта ну и все добили вот одного хорошо получилось потому что одним справиться легче чем двумя ну логично ну и еще вторую здесь ужин для остаться легко все просто новости привычки немножко задачей было сначала ну то что не привычки просто давно не играл честно ну ладно 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 все ухожу все и последовало это все вроде должна быть да что нибудь скажет на это спасибо это можем видеть хорона перевозчика мертвых парики стикс которую мы с которым мы разобрались еще в чем завалим пос ухо огромный верк раз понял неудивительно что он и поднял только на чуть-чуть сейчас начнется опять же сели поехали ну и одну на самом деле здесь все шикарно сделано в плане зрения локации а это опять же здесь больше напоминает из первой части вот по рисунку пара в рельефу рельефу вот который у нас здесь вот этот вот на это из первой части больше ну куда ты лежать не сюда все вот видишь как все просто для кратства на удивление здоровья не нужно вообще я вроде на стандартном а не на низком уровне сложности же начал игру странно это записка нацарапанная стерзанной душой вид у порога твоего дворца молю тебя дай мне передышку разве я не стал таким каким ты хотел разве я не заплатил спал на все свои долги я устал ждать спасения которого никогда не придет он стал богом а я обречен гнить здесь муках отпусти меня чтобы я мог отомстить ну кстати вот это вполне возможно это записка брата кратоса тимаса потому что ну содержание очень похоже на то как заявлялось желание брата отомстить кратко еще в первой части в ролике и в принципе она похожа на то что делал брат собственно через что проходил кратоса и на самом деле в галсту спарта так я проверяю что там с коннектом и так далее и заодно стараюсь смотреть что там как пойдемте в общем дальше да уж он столько раз от тебя убегал честно говоря удивительно что ты это как-то еще думаешь что он особо хочет уйти мне кажется кратко вообще не собирается как-то бежать и так далее так так что и я думаю не стоит как-то думать о нем так уж плохо знаете в чем прикол я не помню разгадки этой ну то есть я помню что она достаточно классная важная вот наверно это нужно туда подвинуть я просто реально уже немножко подзабыл сейчас разберемся третьей части он достаточно быстро все переносит я не помню что это не было кажется обстрелила так потом вот так и в принципе думаю все правное дело и все вот и гарпим конец на более чем уверен что все правильно сделал на удивление я сам удивлен что я так быстро вспомнил это помню сначала это было достаточно просто мой бы сложно понять что и как ну первый раз когда еще проходил давно им еще давно в далеком десятом году он вроде не такой далекий но на самом деле кажется очень далекий и не таким понятным и не таким понятным уже загадки какой-то цикл какие-нибудь с этим надо вот этого ух ты ух ты ух ты ух ты а вы же можно поднимать точно любой враг которого можно поднять уже становится веселее гораздо с ним сражаться это все гораздо проще становится ну все бычок скачается кончается ух я думал я подниму а поднял он меня неплохо неплохо бычок кровь прям аж переливается всеми цветами оттенками красного ух я и забыл как она в этой игре достаточно реалистичными ну прям густая такая но при этом льется еще как как-то не знаю не знаю много красиво а и а и 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